Сегодня на рынках страны продают бракованные школьные учебники, а некоторые из них и вовсе с перевернутыми страницами. Тем временем в Министерстве образования отмечают, что ведомство не имеет отношения к выпуску контрафактной продукции, а представители крупных полиграфических изданий говорят, что такие учебники выпускают теневые издатели. В одних учебниках шрифт на многих страницах не напечатан, а в других они просто пустые. Указывается, что содержание данной бракованной краткой истории Кыргызстана за 11 класс было разработано типографией «Инсонат», а распечатывал ее полиграфический комплекс «СТ-Арт-ЛТД». Правда, эти две организации несколько лет как прекратили свою деятельность. И по словам представителя «СТ-Арт-ЛТД», эти некачественные учебники были напечатаны частными издательствами. Мелких и средних типографий предостаточно. У них, к сожалению, отсутствуют функции контроля, нет отдела технического контроля, который должен это все отслеживать и не допускать в продажу. Но это имеет место быть, это полиграфический очевидный брак, и, конечно, его не должно быть в продаже. Собственно, как и данная литература, потому что все должно согласовываться только с Министерством образования. Все школьные учебники находятся в открытом доступе на официальном сайте Министерства образования. И каждый может свободно скачать их. Отличить оригинал от аналога просто. Нужно обратить внимание на рисунки и другие авторские элементы. В подземных переходах продавцы для своих продаж оптом закупают контрафактные учебники. По их словам, если обнаружится брак, то возвращают товар обратно. В сентябре только один бракованный учебник я приняла, потом сразу сдала его реализаторам. Напрямую мы не покупаем у издателя, а берем у посредников. На сегодня по стране нехватка учебников составляет 30%. Почти половина этих учебников непригодны к использованию. Министерство образования напрямую работает с типографией Учкун. И ведомства вместе с Учкун не несут ответственности за неправильно напечатанные книги, отмечает Минобразование. Перед выпуском книги проходят четыре экспертизы. Техническая комиссия проверяет их содержание. Эта работа занимает много времени. Все мелкие и частные типографии министерство не может контролировать. Они работают подпольно. Почти 95% российских книг на рынке Кыргызстана перепечатываются теневыми производителями. Аналогичная ситуация с отечественными книгами. И чтобы урегулировать эту ситуацию, антимонопольные службы совместно с Министерством образования следует вести комплексную работу по запрету их деятельности, считает директор издательства научных журналов. Рыночными методами это надо делать. Не как раньше в советское время было. Вот взяли, все отдали и все на этом ждем. Нет, рыночными методами, то есть это же цикл производства. Какие циклы мы на рынок можем отдать, а какие мы можем сами сделать. Вот это все надо переработать и посмотреть, посидеть и аккуратно проработать. Отмечается, что в этом году Министерство образования планирует напечатать свыше 1 миллиона экземпляров учебников. Сейчас напечатали 136 тысяч книг.